И снова здравствуйте, с вами Дев. А мы продолжаем знакомиться с историей кровавой охоты и сегодня у нас предпоследняя четвертая часть. Это предпоследняя номерная часть, но не предпоследняя часть всего комикса. Впереди еще очень много всего и в этом конкретном комиксе раскрываются все карты. Интриг больше нет, фигуры расставлены, впереди только бой и экшен. Итак, поехали. Мы начинаем с того, как по центру Нью-Йорка материализовался храм, который притащил Блэйд из Древней Атлантиды. Этот храм он называет храмом первого богохульства. Мы об этом говорили более детально в прошлом видео, повторяться смысла нет никакого. Конструкция из вибраниума огромных размеров и сейчас она высится прямо в централ парке Нью-Йорка. Мы также слышим голос за кадром, который я хотел бы зачитать. Сейчас поймете почему, друзья. Я могу предположить, что ситуация разворачивается весьма плохо. Мстители сломлены. Величайший маг Земли лишь призрак, а пейзаж Нью-Йорка дополняет древний храм Атлантиды. Мне кажется, ситуация у вас действительно очень плохая. Если вы сейчас пришли с поклоном за помощью ко мне. Это Доктор Дум. Мы находимся в его замке в Латверии. Дум восседает на троне и к нему действительно с поклоном пришла Клея и Доктор Стрэндж. Итак, Виктор продолжает. Ну так что, моя оценка ситуации верна, Стивен? Не надо ничего таить. Можешь говорить прямо как есть. Как Доктор Доктору. Друзья, это прекрасно. Я никогда не думал, что мне нужен будет разговор Стивена и Дума, как Доктор с Доктором. А мы переносимся в храм первого богохульства. В нем открывается портал и из него выходит Блейд со своим кровавым ковеном. Они с собой несут алую ведьму, которая без сознания. И Тора, который все еще пробит многочисленными кольями и тоже находится без сознания. Итак, Блейд в полном восторге. Он прям светится от счастья. И он обращается к Черной Пантере. Ты не представляешь, сколько прошло времени с тех пор, как я ходил по этим коридорам. Ты бы видел это, когда оно только-только было построено. Черная Пантера спрашивает прямо. Ты ведь не Блейд, верно? Естественно, это не Блейд. Блейд не мог знать, как выглядел этот храм, когда его только-только построили. Он был создан много веков тому назад. Блейд оборачивается и говорит, нет, я нечто намного более великое. И скоро я стану еще кое-чем более великим, Черная Пантера. Это и был изначальный план. Разве ты этого не видишь? Все вело именно к этому моменту. Тысячи и тысячи лет. Все началось с преступления против вселенной. И закончится здесь и сейчас. Все это началось в момент моего второго рождения. В каменном саркофаге, наполненном кровью. Пантера не выдерживает. Да что ты такое? Я, я первый Черная Пантера. Первый вампир. И мой странствующий дух сейчас находится в этом предназначенном для меня сосуде. В коже дневного гуляки. Я варная. Я же вам говорил, друзья. Я же говорил, что все указывает именно на этого парня. Слишком много совпадений. И это очень круто. Так как в комиксах Марвел существует первый вампир. Тот, с которого все началось. Но о нем вообще нет никаких историй. Мы никогда о нем ничего не знали. Просто он когда-то был и потом пропал. Кто где, ничего не понятно. Есть Дракула, есть какие-то еще вампиры. Но откуда все пошло? В эту мифологию никто никогда не копал. Поэтому то, что сейчас достали этого персонажа и вдохнули в него новую жизнь. И настолько эпично. Я от этого, друзья, в полном восторге. Переносимся в Латверию. Доктор Стрэндж шокирован. Варная. И Дум продолжает свою мысль. То есть Виктор сам до этого додумался. И обо всем знает. Он сейчас только что удивил Доктора Стрэнджа. На самом деле стыдно должно быть величайшему магу Земли. Тем не менее, Дум продолжает. Разве это не очевидно? Задумайся об этом на секунду. Много лет тому назад Марила Вон, надеюсь правильно произношу ее имя, подготовила тело Блэйда для того, чтобы он стал идеальным вместилищем для духа Варная. Оказалось, что уникальная анатомия нашего дневного гуляки подходит идеально для того, чтобы стать вместилищем для подобного существа. История нас отсылает к комиксу Блэйд Охотник на вампиров под номером 5. Это комикс 1994 года. И там действительно произошло то, что Блэйда захватили какие-то культисты, поклонники древних вампиров и действительно подготовили его тело для того, чтобы Варна в него вселился. Мы с вами это уже видели в первом одноименном фильме Блэйда. Однако там Блэйда использовали не как сосуд, в который должен вселиться древний бог вампиров или же дух вампиров, а как определенный инструмент для того, чтобы ритуал прошел успешно. А вместилищем должен был стать Дьякон Фрост. Вот здесь все примерно то же самое. Итак, Дум продолжает. Первый раз у них не получилось. Сейчас, как видишь, все прошло идеально. Стрэндж информацию принял и также он отмечает, что невзирая на все это, то, что первый вампир сейчас ходит по земле в теле Блэйда, границы Латверии все еще заперты и тут нет ни одного вампира. Дум говорит, конечно, конечно, все так и есть. Я же об этом подумал заранее. Я подготовился заранее, чтобы защитить своих людей. Итак, чем я могу тебе помочь, Стивен? Доктор Стрэндж и Клея пришли сюда для того, чтобы просить помощи Виктора, чтобы он помог им развеять тьму в небесах, убрать непроницаемую завесу Дарк Форса, чтобы солнце снова светило. Они не смогут прочитать заклятие для того, чтобы уничтожить всех вампиров за раз. У них нет Дарк Холда, это самый главный ингредиент. И книги сейчас просто не существуют, потому что она ожила и стала мальчиком. Мы это разбираем в аудио-рецензиях на Бусте в комиксе Кровавая охота Академия Стрэнджа. Но вернемся к Доктору Думу. А, Дарк Форс. К этому я тоже уже успел подготовиться. Это лишь вопрос времени. Люди заигрывали с Дарк Форсом слишком долго и слишком бесконтрольно. Я удивлен, почему это для кого-то из вас сейчас является сюрпризом. Клея говорит, хорошо, если ты ко всему подготовился, и если это вопрос магии, то мы должны действовать вместе. Скажи нам, что от нас нужно? Для этого потребуется очень много магов Клея Стрэндж. Я бы сказал, огромное количество магических существ, собранных вместе воедино. Стивен с этим может помочь. У него, как-никак, есть целая Академия Стрэнджа. Академия, где он обучает детей из разных уголков всей комиксной вселенной Марвел, у которых есть какие-то магические свойства. У него есть свой Хогвартс. Виктор говорит, о, в этом нет нужды. И это нас отсылает как раз-таки к комиксу, о котором я только что говорил. Кровавая охота Академия Стрэнджа. Все эти ребята, это ученики Стивена Стрэнджа. Они захотели помочь. Они сбежали из школы и начали сами искать Дарк Холд. Они не знали, что книга на самом деле живая. Когда они узнали, что книга это живой мальчик, они не смогли его поймать. Но их нашел доктор Дум и предложил им помочь. Вы же хотите избавить весь мир от вампиров, при этом не уничтожая их всех. Там ситуация обстоит таким образом, что одна из учеников Академии Стрэнджа, она вампир. И она их подруга. Поэтому они хотят избавить мир от вампиров, не уничтожая всех. Поэтому их пути сошлись. Доктор Дум собрал магов, которые ему нужны. Он обо всем сам позаботился. Ему не нужен никто из этих людей, которые называют себя героями. Однако, все-таки одна маленькая деталька понадобится. Доктор Стрэндж понимает, что тут что-то не так, если Виктор начал все делать сам. Что? Что тебе нужно? Я думаю, ты прекрасно это и сам понимаешь. Стрэндж. Заклятие, которое мы должны произнести, это не обычная магия. Это что-то более выдающееся и более сложное. Для того, чтобы с этим работать, я должен стать величайшим магом Земли. Стивен Стрэндж должен передать свой титул и свое могущество Доктору Думу. А мы переносимся на Асгард, конкретно к Тигре и к Хантерзмуну. Как мы помним, в прошлый раз они просили, чтобы им открыли сюда портал, и им нужен еще один. Они не уточняли кто. Эта фигура здесь скрыта тенью. Дело происходит, скорее всего, ночью, потому что они пробираются втихаря, чтобы их никто не заметил. И личность, которую они нашли, у них уточняет. Почему мы не можем просто прийти к тем, кто здесь живет, и попросить их по-нормальному? На что Тигр отвечает. Дело в том, что Тор один из Мстителей. И он в настоящее время, находясь на Земле, получил несколько очень мощных проникающих ранений, и его кровь пьют вампиры. Поэтому, возможно, по-нормальному не получится. Они могут нам ответить нет. А нас такой ответ не устраивает, потому что у нас просто нет времени, чтобы кого-то в чем-то убеждать. И вообще, ты так звучишь, как будто ты никогда не участвовал в каком-нибудь задании, где нужно куда-то вломиться, что-то вскрыть, украсть и убежать. На что эта личность отвечает. Нет, я-то как раз-таки участвовал. Но просто крайне необычно слышать советы о том, как надо совершить преступление, от Мстителей. И так они спускаются в какие-то катакомбы в Асгарде, и они искренне удивлены, что нет охраны. На что Хантерзмун говорит. А чего здесь охранять? Это Асгард. Кому придет в голову сюда вломиться и искать именно эту конкретную темницу? Никому. Хорошо, предположим. Однако тигров все-таки ставят это под вопрос. Ты уверен, что именно здесь? То есть, ну, это странно, что тут действительно никого нет, хотя они пришли сюда за очень важным заключенным. Мы это с вами разбирали в прошлый раз. Хантерзмун говорит. Безусловно. Я в этом на 100% уверен. Любой жрец всегда тянется к своему божеству. Я не исключение. И так он подходит к камере. Там есть маленькая кошечка. И он обращается туда. Здравствуй, отец. Я пришел за тобой. Это темница Хонсу. И Хонсу ему из темноты отвечает. Мой любимый сын. Так мило, что ты пришел навестить своего отца. Однако так же очень глупо. К сожалению, в этих стенах у меня нет ни капли моей силы. И я не могу тебе помочь открыть дверь, от которой у тебя нет ключа. Хантерзмун согласен. Ключа действительно нет. Однако у них есть тот, кого они специально сюда позвали, для того, чтобы вскрыть двери, потому что это его специальность. Они позвали Крушителя для того, чтобы он взломал темницу Асгарда. Давайте на секундочку сделаем паузу и разберемся, кто это. Я сомневаюсь, что кто-то из вас хорошо знает этого парня. Крушитель появился в далеком 1967 году в комиксе Тора. Именно поэтому он настолько карикатурно выглядит. Потому что в те годы персонажи рисовали именно так. В чем заключается сила этого парня и почему он вооружен монтировкой? Дело в том, что его напитала силой королева Норн. Это колдунья из мифов о Торе для того, чтобы парень противостоял Тору. Она даровала ему целый ворох суперспособностей. Сила, ловкость и все остальное. На определенном этапе эта вся сила перекочевала именно в монтировку. Его любимое оружие. Поэтому точно так же, как Тор берет Мьолнир и получает силу Тора, вот точно так же Крушитель берет монтировку и получает силу Крушителя. Конечно же он стал злодеем. Конечно же он использует все свои навыки и всю свою силу для того, чтобы куда-то вламываться и что-то воровать. Не больше, не меньше. И сейчас этому парню нашли применение. Потому что его монтировка когда-то давным-давно была зачарована колдуньей из Асгарда. Клин-клином вышибают. Почему бы не пробовать взломать дверь Асгарда монтировкой, которая напитана магической силой из Асгарда? А мы переносимся назад на землю. В черный храм Варны. Он продолжает свой рассказ. Я был там, в Древней Атлантиде. Я переводил Даркхолд. Собирал эти листики воедино. Я переписывал все эти писания на бумагу. Именно тогда все и началось. Именно там я начал делать первые шаги к моему великому будущему и тому, кем я стану. Сейчас, когда оживший Даркхолд находится у меня в моей власти, у меня есть кровь Бога, и мы находимся в моем храме, я наконец-то могу закончить ритуал. Давайте сделаем паузу. Мы не знаем, на каком этапе Блейд или же Варне смог поймать мальчишку Даркхолда и привезти его сюда. Когда мы его видели прошлый раз, он вполне себе бегал на свободе и хотел, чтобы его просто оставили в покое. Он хотел быть мальчиком. Короче говоря, это Пиноккио, у которого все получилось. Возвращаемся к нашему рассказу. Черная Пантера все так же не понимает, точно так же, как и мы. У него есть очень много вопросов. Тем временем, его Кровавый Ковен собрал кровь Тора в некую чашу и преподносят ему как часть ритуала. Варне начал весь этот путь, скорее всего, каким-то культистам, которые собирали свитки Хтона и собирали их воедино, превращая в одну черную книгу в Даркхолд. Видимо, там, когда он переписывал все эти знания и как-то пробовал их расшифровывать, он догадался, что что-то можно использовать в своих личных коностных целях. И так был проведен ритуал по созданию первого вампира, которым стал сам он. Далее он захотел двинуться дальше, потому что вампир – это был лишь первый шаг. Амбиции у этого парня намного выше. Он не собирается ограничиваться только вампиром. Он собирается стать большим. Намного большим. Он собирается стать тем существом, который будет поглощать не только кровь. Он хочет поглотить и уничтожить все. И так он начинает ритуал. Он делает глоток крови бога, крови Тора. И призывает к себе Даркфорс, который сейчас везде, во всей Земле, вся планета Земля окутана Даркфорсом. Черпай не хочу. Он возносится над своим пьедесталом и продолжает. Разве ты не видишь? Разве ты не видишь? Я становлюсь единым с Даркфорсом. Я становлюсь единым целым с измерением, которое заполнено только тьмой. Я стану тьмой, которая поглотит весь свет. Я стану холодом, который поглотит всю теплоту. Я буду вампиром, который будет поглощать планеты и целые звезды. Я стану живым олицетворением тьмы. Пантера спрашивает, если все так, то это что? Над ними поднимается полная луна. Все, все удивлены. Блэйд или же Варне вообще шокирован. Быть того не может. Итак, мы переносимся на Землю. На всю планету Земля. И мы слышим голос Хонсу. Во тьме всегда есть свет. И этот свет я. Я всегда им был. И во тьме, неважно где вы находитесь в мире, любой путник, который странствует в ночи, видит Лик Хонсу. И они понимают, что они не одни. Так пробудитесь же, мои мертвые воины. Пробудитесь от вечного сна. И двигайтесь в бой, в этот мир, вооруженный серебром из моих кузнец. Войны, у которых нет страха, нет крови и нет пощады. И поведет вас мой воскрешенный сын. Первым делом, что сделал Хонсу, когда оказался на свободе, он воскресил своего самого верного и самого сильного воина. Лунного рыцаря. Марка Спектра. Лунный рыцарь только что вновь воскрес. Переносимся к Блэйду, который тут же понял, кто оказался на свободе. Лунный бог. Конечно же, он тут же узнал, что это Хонсу. Это нас относит к тому, что мы обсуждали в прошлый раз. Про древнее противостояние Варны и древних богов, которых вел Хонсу. Но Варны считает, что все это уже не важно. Он набрал слишком много силы. Пользуясь минутным замешательством, Т'Чалла выхватывает один из кольев, который Дамаск воткнул в Тора. Помните, он говорил, что его колья пробивают абсолютно все. Совершенно не важно, что это за материал. И так Пантера выхватывает этот кол и прыгает в атаке на Варны. Но ему даже оборачиваться не нужно. Он уже напитан тьмой. Варны един с Дарк Форсом. И тьма превратилась в какие-то жившие тентакли. И опутывает Черную Пантеру. И он опять-таки немножко удивлен. Пантера, как так? Ты же напитан моей кровью. Я лично тебя обратил. Ты должен быть полностью подчинен мне. Как у тебя это получилось? И это вновь нас отсылает к сольнику Черной Пантеры. Где он, когда отправился в Ваканду в поисках этого храма, он встретился с богиней Баст и с другими божествами, которые помогли ему вернуть над собой контроль. Они не могут его излечить от вампиризма. Я напоминаю еще раз, друзья, лекарства от вампиризма в комиксах Марвел не существует. Поэтому даже боги не смогли помочь Пантере. Однако, они смогли помочь ему побороть голод и вернуть контроль над собой. Пантера все это время подыгрывал Блэйду для того, чтобы узнать, какого черта здесь происходит и попробовать ему противостоять. И вот мы находимся здесь. Когда Варны все это слышит, безусловно, он удивлен, но опять-таки, это все уже не важно. Это слишком мелко. Ты действительно надеялся, что ты сможешь взять вот этот кол и убить меня им? Серьезно? Но нет. План был не в этом. План был лишь вытащить этот кол. Потому что он вытащил именно то, что находилось в голове Тора и не давало ему прийти в сознание. Как только инородное тело было извлечено, бог грома и молнии может присоединиться к этому сопротивлению. Тор встает. В голове все еще дыра. В теле все еще куча этих шипов. Но он как минимум уже в сознании. Бог грома и молнии, Тор, всеотец, поднимается со словами «Я был оскорблен и ранен, но Тор за все отплатит». И тут появляется третий голос. «Ммм, а ты модные речи толкаешь?» Для Мстителя. Все Мстители прибыли сейчас сюда. Когда Варна их видит, он даже этому рад. Хорошо. Так идите же сюда. Идите и встретьтесь лицом к лицу, с ожившей тьмой. А мы на этом будем заканчивать четвертую часть кровавой охоты. Впереди у нас финал данной истории. Если вам это видео понравилось, друзья, поставьте ему лайк. Мне будет приятно, каналу полезно. Если хотите узнать, что будет дальше происходить в событиях кровавой охоты, я напоминаю, что впереди у нас не только финал, но еще достаточно много то подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, дабы не пропускать уведомления о следующем видео. Если вдруг кому-то будет интересно касательно того, как мы разбираем кровавую охоту и того, что некоторые истории есть у нас на Бусти в временном эксклюзиве. Комиксы разбираются там до тех пор, пока они не закончатся. Там мы разбираем историю охотников или же кровавых охотников Бладхантерс. Это коротенькие, пока что не связанные между собой истории про тех или иных героев в рамках кровавой охоты. Так, например, там появился Хал. В следующем выпуске должен появиться Доктор Дум и многие другие. Далее мы разбираем кровавая охота Росомаха. Естественно, из описания понятно, что это история о том, как себя вел Росомаха и чем занимался Логан во время кровавой охоты. Далее мы разбираем там небольшую таину про Морбиуса и Человека-паука, с которой пока что все неоднозначно, но как только все эти истории закончатся, они выходят здесь общим единым видео. Поэтому не волнуйтесь, вся критично важная информация по кровавой охоте рано или поздно окажется здесь в открытом доступе. Также, друзья, как всегда, я хочу напомнить, что приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь на Ютьюбе, либо через мой Телеграм-канал. Там я публикую все будущие анонсы по каналу, различные комиксные новости, вариативные обложки, тизеры будущих комиксов, а также всяческие арты. Если вам все это интересно, подписывайтесь, будем на связи. И, конечно же, отдельное огромное спасибо моим подписчикам на Бусти, которые, несмотря ни на что, все еще поддерживают мой канал. Из них я хочу выделить следующих людей. Вулкан1995IR, Павел Фомин, Хел Хел, Сергей Милан, Костя Лебедев, Панда Монг, Николай, Влад Моцарелла, Шинджики Карри 228, Андрей Мательский, Алексей Першиков, Дон Кокос, Владимир Марков, Айвори Кинг, Феодор Кустов, Андрей Харченко, Хитрый Крабос, Дил Варьер, Игорь Фролов, Александр Белял, Сергей Бодин, Панда 20К, Марк Аврелий, Гладинг, Кримзен Михаэл, Доктор Найт, Стогни, Дислеер, Никита Дортман, Найт Винг, Капрал 26, Акира, Агаст оф Гус, Дмитрий Соколов, Антон Петров, Дарксайд, Кукловод, Шалтакс, Мистер Фетт, Павел Яньков, Арт Алекс, Пердос Барбос, Билли Херингтон, Иван Востриков, Настя Лучшая на свете, Сет Бурритто, Эдуард Марков, Ультраправедник, Гастерус, Психореографи, Эдуард Рикунов, Омега Сентинел, Солджер Бой, Ракун Хоук, Коля Романов, Глеб, Смарт 6505, Антон Рубанок, Андрей 2099, Арт Лаус, Смоуки, И Станислав Отвичалов. Спасибо вам большое, друзья, вы самые лучшие. Также хочу напомнить, что на Бусте есть ранний доступ к видео, поэтому этот ролик они уже посмотрели, а сейчас смотрят что-нибудь новенькое. Также на определенном тире подписки есть аудиообзоры на комиксы, которые не попадают в видеоформат. Ну а на этом я думаю точно все. Благодарю вас за просмотр, умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.